Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психфарм.тв, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу заожих оплак и мёртвых разбивая молнии, сегодня мы обращаемся к очень важной научной теме, но она имеет практическое значение. Вот благодаря нашему талисману психфармачу мы решили, что должны обязательно в любой даже научной теме искать какие-то чисто практические выходы, потому что иначе, конечно, зрители смотреть не будут. Сегодня у нас очень странно, может быть, вам покажется, называется наше выступление. Ролотекс реагилорекслотив, все на Р. И дальше одна Ацука знает. Ну, сами поймёте, что, конечно, Ацука это не ругательство. Ацука это название фармацевтической компании, японской фармацевтической компании, очень известной в мире, которая и, собственно говоря, сделала Ари Пепрозол. Брендовое название тогда было Абилифай. Надо сказать, что у нас, в нашей стране, по-моему, Абилифая уже нет. Есть много других Ари Пепрозолов. Но мы давно говорили, что вся надежда на Лотекс, потому что это самый доступный Ари Пепрозол из всех, которые есть в нашей стране. Поэтому мы, вы знаете, придерживаемся собственной позиции. Многие говорят, нельзя препараты называть по торговому названию. Будем называть по торговому названию препараты, поскольку они самые доступные. Я думаю, что это очень и очень важно для наших трекелей. Так вот, продолжая рассказ о Ацуке, которая знает, надо вам сказать, что препарат Ари Пепрозол у этой самой Ацуке получился очень-очень хороший. Ну, мы уже много раз рассказывали, вот эту статью тоже цитировали. Это метаанализ очень крупный, почти 23 тысячи пациентов, опубликованных в журнале Всемирной психиатрической ассоциации. Рассматривалась поддерживающая терапия у больных с шизофренией и с расстройствами шизофренического спектра. Ну, и оказалось, что Ролотекс в группе высокой достоверности данных по снижению риска обострений при поддержке терапии. Видите, вот эта верхняя плашка. Что это означает? Это значит наиболее достоверные результаты. Ну, и самое главное, пожалуй, что для вас уже не будет являться открытием, Ролотекс единственный препарат в группе средней достоверности данных по низкому риску возникновения побочных эффектов. То есть, самый переносимый препарат, переносимее нейролептиков не нашлось, по крайней мере, в этом исследовании. Так вот, надо вам сказать, что, почему, собственно говоря, возникла идея поддерживающей терапии при помощи Ролотекса. И на самом деле, вот, арипипрозол для поддерживающей терапии, он при шизофрении, есть такое показание в Соединенных Штатах. Почему, собственно говоря, откуда все это пошло? Почему отцука так хорошо сыграла? Ну, потому что шизофрения, вы видите, много раз рассказывали, это дракон о двух головах. С одной стороны, гипердофаминовые симптомы, которые неправильно называют позитивными. С другой стороны, гиподофаминовые негативные симптомы. В разных частях головного мозга это происходит. Повышение дофаминовой активности происходит в мезолимбической системе. В мезокортикальной происходит падение активности дофаминовых нейронов. Так вот, что такое позитивные симптомы гипердофаминовые? Потому что все-таки позитивные бред, стойкие галлюцинации, дезорганизованное мышление, грубо нарушенное поведение, переживание, что твоим телом кто-то овладел, тебе твои действия, мысли контролируются. Что тут может быть положительно? Ну, гипердофаминовые симптомы гораздо лучше. Конечно, эти гипердофаминовые симптомы очень опасны. Пациент опасен для себя, пациент опасен для окружающих. И самое главное, что именно при, особенно при первых приступах шизофрении, гибнет достаточно большое количество нейронов. В настоящее время это считается установленным фактом. Вот здесь обратите внимание, 23-летний мужчина первый приступ, 29-летний мужчина уже четвертый приступ. Что вот это вы видите, темные участки? Это ликварные пространства, цистерны. Чем они больше, тем больше нейронов погибло. Потому что на самом деле ликварные пространства, они должны занимать не очень большую часть головного мозга. А здесь они, видите, внизу занимают очень-очень большую часть. Гибнут нейроны. Поэтому, конечно же, лечение гипердофаминовых симптомов, кто бы что ни говорил, задача номер один. Ну и мы много раз говорили о том, что гипердофаминовые симптомы хорошо купируются двумя группами препаратов. Это Д-нейролептики. Наша новая классификация очень-очень простая. Не надо запоминать, как препарат действует. Д-нейролептики. Д снижает активность дофаминовых нейронов. Д большой сильно. Д малая слабая. И, конечно, сильное снижение. Здесь используются Д-нейролептики. Используются Д-нейролептики вверх и вниз. То есть, да, тут один препарат Амисульпилит Солян, который зависит от... Его действие зависит от дозы. Как действуют эти препараты? Обратите, пожалуйста, внимание. Вот два нейрона между собой общаются при помощи дофамина. Дофамин улавливается дофаминовыми постсинаптическими Д2 рецепторами. Ну и возбуждение катится дальше. А дальше присоединяется препарат. Он сам присоединяется к этим рецепторам, мешает действовать дофамину. И в результате дофаминовая активность прекращается. Активность дофамина падает. Ну и, соответственно, вот при такой картинке, когда преобладают гипердофаминовые симптомы, эти препараты первого выбора много раз об этом рассказывали. Здесь перечисление этих препаратов вы видите. А вот обратите, пожалуйста, внимание, что синего-то здесь тоже очень много. Ведь на самом деле в течение шизофрении преобладают, конечно же, не, чаще всего, не гипердофаминовые. А гипдофаминовые симптомы – это суженный, притупленный или уплощенный эффект. Это скудость речи, это обулия, это асоциальность, это ангидония тяжелейшая. То есть это негативные симптомы гипдофаминовые. И, соответственно, если такие нейролептики, которые резко снижают активность дофаминовых и мощность снижают активность дофаминовых нейронов, здесь будем использовать, то, конечно же, в этой ситуации мы будем только увеличивать количество негативных симптомов. Поэтому мы говорили о том, что должна существовать обязательно альтернатива. Есть альтернатива вот этих вот Д- нейролептик со знаком приблизительно, которые навязывают дофаминовым рецепторам определенную низкую активность. Вот это три препарата, которые у нас в названии. Международное непатентованное название – карипрозин, арипрозин и брекспепрозол. То есть это три препарата, которые auralatex, реагила, rexalti, которые являются Д- нейролептиками, которые навязывают низкую активность дофаминовым нейронам. Они обладают другим абсолютно механизмом действия. Прежде всего, что вы должны понять, что когда они присоединяются к рецепторам, они тоже не дают действовать дофамину на эти рецепторы, но они нейрон возбуждают. Возбуждают рецепторы и возбуждают нейрон в отличие от анагонистов. Ну и дальше, как они, собственно говоря, действуют, много раз рассказывали. Два компонента в их механизме действия. Один не очень важный – это использование механизма так называемой отрицательной обратной связи, которая есть у нас в голове. Ну, например, дофамина стало много, слишком много, и тогда дофамин действует на так называемые пресинаптические Д2 и Д3 рецепторы, то есть второго и третьего типа, активизирует этот самый рецептор, и нейрон понимает, что надо бы прекратить выбрасывать этот самый дофамин, его и так стало много. И вот надо вам сказать, что все эти препараты, они слабо возбуждают эти самые пресинаптические рецепторы, слабо их активизируют, и дофамина выбрасывается меньше. Но не это, конечно, главное. Главное в том, что они действуют на постсинаптические Д2 рецепторы и навязывают нейрону определенную низкую активность. Сейчас покажу, насколько эта активность низкая. Это очень и очень важно. Почему это очень важно? С одной стороны, они сохраняют эту активность, то есть сохраняют дофаминовую активность, и, соответственно, могут применяться при лечении негативных симптомов, особенно если они возникли в результате чуть ли не полного падения дофаминовой активности. Соответственно, они могут эту дофаминовую активность поднять. Но еще очень и очень важно, чтобы эти препараты были безопасны, потому что, сохраняя дофаминовую активность, Нет-нет, да у врача возникнет мысль, а вдруг опять возникнет вот, видите, там повторный всплеск этого самого психоза. Значит, вот здесь уместны эти препараты по механизму действия. Еще раз говорю, это Ролотексарепепрозол, это Риагелокарепрозин, это Рексалтибрекспепрозол. Теперь давайте разберемся, собственно говоря, вообще как они действуют в отношении друг друга. Ну и прежде всего будем опираться, конечно, на профессора Штефана Сталя, ну или Стивена Сталя, в общем, как хотите его называйте. В свое время, когда я был с ним знаком, он откликался на Штефан Сталь совершенно нормально, это не важно. Это его статья, она есть в полнотекстовом доступе. Вот он нарисовал очень интересную схему, которую я ее тоже оттуда из этой статьи сляпсил, чтобы вам было понятно. Итак, дофаминовая активность, это как бы 100% активность, да? Обратите внимание, Ролотексарепепрозол больше дает активности, чем Риагила. Вот слева внизу это нулевая активность дофамина. То есть Ролотекс дает больше дофамина нейронам, то есть он более активен в этом отношении и, соответственно, его лучше использовать при длительной поддержке терапии. Понимаете, при длительной терапии надо сохранять эти самые дофаминовые нейроны, надо сохранять определенную активность. Возможно, именно поэтому Ролотекс и оказался в группе высокой достоверности данных по снижению риска обострений в сравнении с Корепрозином. Потому что Корепрозин, видите, внизу, он оказался в группе средней достоверности. Почему? Человек, который принимает Ролотекс, будет переносить его лучше, чем Корепрозин, меньше будет отказываться от Корепрозина. Ну и, соответственно, возможности Ролотекса в плане поддержания определенной активности дофаминовых нейронов будут просто лучше. Вот такое простое объяснение. На самом деле, там есть еще один аспект, о котором мы тоже будем с вами говорить, который тоже влияет на то, что Ролотекс является более эффективным препаратом, чем Корепрозин, в плане предотвращения новых эпизодов шизофрения. Теперь мы получили вот такое послание. Добрый день. Хотел бы узнать ваше мнение о препарате Рексалти. Помните, Реагила Ролотекс Рексалти. Третий препарат, международное название Брекс-Пепрозол. Конечно, идем навстречу всех фармач, там говорят, отвечайте любой ценой на вопросы зрителей. Итак, вы будете удивлены, но на самом деле та же самая фирма Ацука решила, что она может повторить. А зачем вообще возникает такая идея повторить? Смотрите, вообще в мире фармакологии есть такой закон. Вот ты выпустил очень-очень хороший препарат, который востребован на любом континенте, который занимает первые места в метаанализах, но наступает такое время, вот почему у нас много Репепрозола, потому что заканчивается патентная защита. И значит, что любая, абсолютно любая фармацевтическая компания может скопировать этот препарат и выпустить свой дженерик. И, соответственно, конечно, фирма, которая кормилась от этого бренда, ведь за бренды платятся определенные лишние деньги, потому что фирма вложилась, в частности Ацука, вложилась в создание такого препарата. Много они над ним поработали, хороший препарат получился. Ну и дальше все, они перестают получать, что называется, роялти. Им нужно тогда что-то делать новое. Ну и, конечно, они начали новое что-то делать. Но, к сожалению, вот это новое кончилось, не начавшись. Такое на самом деле бывает. Очень часто вот нас спрашивают, почему фирма фармацевтическая изготовила негодный препарат? Послушайте меня, изготовить новый препарат, вот из 5000 молекул, которые тестируются, до клинических испытаний может дойти одна молекула. А может и вообще ни одной не дойти. Это адский труд, который длится годами. Работают крупные лаборатории. Поэтому кому-то везет, а кому-то не везет. И ничего в этом такого на самом деле нет. Что же получилось с Рексалти? Получилось, что арипипрозол более сильный парциальный агонист, нежели чем не только карипрозин, но и чем Рексалти, Брекспипрозол. И это мы тоже читаем в той же самой статье Штефана Сталя. Пожалуйста, прочтите. Это означает, что Ролотекс будет давать больше дофаминовой активности. И, соответственно, будет лучше переноситься. И люди будут более склонны именно этот препарат принимать, а не какие-либо другие. То, что мы сейчас с вами говорили, называется так называемая внутренняя активность. То есть, насколько они активизируют Д2 дофаминовые рецепторы. Но есть и еще одна очень важная черта, которая называется аффинитетом. Это способность молекул связываться со специфическим участком рецептора. Насколько сильно этот препарат, насколько хорошо он подходит к рецептору. Ведь у него разные молекулы. Есть молекулы, которые хорошо подходят к конфигурации, а есть которые плохо. Как это все изучать? Ну, например, при помощи Драг Централ. Это такой есть в интернете такой очень хороший сайт, куда собираются огромное количество всякой информации о препаратах. Ну, и заходите на этот сайт, этот сайт, кстати, американский, заходите на этот сайт и просто смотрите, как подходят этот самый препарат Ролатекс, Реагила и Рексалтик, как они подходят к Д2 дофаминовым рецепторам. Помните, мы говорили о том, что это очень и очень важно. И что же мы здесь видим? А мы здесь с вами видим, что Ролатекс подходит к этим рецепторам, чем меньше эта цифра, тем лучше, лучше, чем Реагила и лучше, чем Рексалтик. Что это означает? Это означает, что он не только лучше возбуждает, но это означает, что он займет большее количество Д2 дофаминовых рецепторов. И это на самом деле очень и очень важно. Почему? Я уже сказал. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы всегда, врач всегда боится, что у человека возникнет психоз. Ещё раз говорю, почему. В психозе человек опасен для себя, опасен для окружающих и действительно в психозе гибнут большая часть его нейронов. Поэтому ни в коем случае нельзя этого допускать. И, соответственно, у нас с вами тут возникает такая возможность. Обратите внимание, Ролатекс лучше сочетается с Д2 дофаминовым рецептором, то есть больше действует на Д2 дофаминовым рецептором, чем даже галлоперидол. Это означает, что он может занять большее количество рецепторов. Что это означает? Это означает, что он большему количеству нейронов навержит низкую активность. Это означает, что в плане профилактики психоза он будет лучше, что, собственно говоря, и требовалось доказать. Поэтому Ролатекс в группе высокой достоверности данных по снижению риска обострения, а Реагилы и Рексалти, видите, тёмненькие эти самые, они в группе средней достоверности. Почему две черты, вы видите, верхней плашки? Потому что есть, опять же, арипипрозол пероральный, есть арипипрозол в виде пролонга, но они оба вот в этой группе с высокой достоверностью данных по снижению риска обострения. Ну и так у Ацуки, собственно говоря, не получилось. Что тогда этой самой Ацуки делать? Ещё раз говорю, ничего плохого они не хотели. Они хотели создать ещё более лучший препарат, с ещё более лучшими свойствами, но не получилось. Ещё раз говорю, это не вина фирмы. Это беда фармацевтической компании. Такая беда, к сожалению, встречается очень часто. Но есть, конечно, определённый выход. Вот есть некий эффективный менеджер. Что я имею в виду? Понятно, что сама компания Ацука не везде может свой этот самый брекспепрозол, который хуже, чем арипипрозол по своим фармацевтическим свойствам, не всегда может продвигать саму. Потому что это колоссальные деньги, на самом деле, вот продвижение препарата. Ну и, соответственно, что делает фирма Ацука? Фирма Ацука заключает договор с фирмой Лунбек о том, что фирма Лунбек, в частности, будет представлять, например, интересы фирмы Ацуки в плане продвижения брекспепрозола в нашей стране. Почему именно с фирмой Лунбек? Ну, потому что в Лунбеке работает очень и очень эффективный менеджер. Поверьте мне, я с многими компаниями всегда работал, и с фирмой Лунбек я тоже работал. Очень эффективный менеджер там работает. Ну, хотя бы вот возьмите, например, Брентеликс, да, препарат. Или Брентеликс, как я его люблю называть, Вортиоксетин. Ведь это на самом деле препарат, который мы называем недосантом. Очень часто этот, вот скажем, при исследованиях этот препарат показывает такую же эффективность, как и плацебо, что вообще для препарата какой-то позор. Тем не менее, фармацевтической компании Лунбек, команде, которая там работает, удается двигать этот недосант на нашем рынке. Ну и, соответственно, конечно, я думаю, что у менеджеров с компанией Ацука тоже возникла такая идея. Ну, если они могут двигать совершенно спокойно Брентеликс, почему они не смогут двигать Рексалти? Ну, поэтому я думаю, что когда вы, работая, скажем, я уже к врачам обращаюсь, вы услышите какой-то вой, который доносится снаружи, то вы можете уже подумать, что это медпреды фирмы Лунбек пытаются продать свой препарат Рексалти. Как всегда, в конце нашей лекции я, пожалуйста, прошу вас, подписывайтесь на наш канал. Ну, это очень и очень важно, потому что люди должны знать о том, как вот эти новые, фактически новая группа препаратов, какая там иерархия, какой препарат лучше, как они действуют на рецепторы, как они вообще действуют в плане, там, патогенеза, шизофрения, где их лучше использовать, эти препараты, очень важное знание, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы наши возможности в плане продвижения знаний были более лучшими, скажем, более широкими. Пишите комменты, ставьте лайки, ставите спонсором нашего канала, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч.